Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. Студенческие годы часто называют золотым временем, когда жизнь у молодых людей протекает наиболее активно, интенсивно, насыщенно. Вот только вдумайтесь в эти цифры. Активный студент за время своей учебы в Самарском государственном социально-педагогическом университете в среднем посетит 250 культурно-массовых мероприятий, более 25 научных конференций, потратит свыше 1000 часов на занятия в спортивной секции. Обучение в СГСПУ идеально подходит для тех, кто предпочитает пассивному образу жизни, участие в различных творческих, научных, общественных, спортивных мероприятиях. Ну что же, я представляю гостей студии, проректор по учебно-методической работе и качеству образования Самарского государственного социально-педагогического университета Кислово Наталья Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Борисович Щелоков, проректор по дополнительному образованию, профориентонской работе и связи с общественностью Самарского государственного социально-педагогического университета. Здравствуйте, Алексей Борисович. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Уважаемые студенты, абитуриенты, если у вас есть вопросы к моим сегодняшним гостям, мы работаем в прямом эфире, и мои уважаемые гости готовы ответить на все ваши вопросы. Звоните 202.11.22. Ну что же, мы начинаем разговор. Как в целом прошел новый учебный год, какие яркие события, мероприятия, ну, конечно же, достижения Педагогического университета можете озвучить. Вы знаете, Елена, для нас учебный год этот был очень насыщенным и очень ярким. Первое, с чего мы начали, это 1 сентября, для студентов филологического и исторического факультета было организовано в новом совершенно учебном здании, учебном корпусе. Вы знаете, что у нас на Льва Толстого после многолетней реконструкции был введен в эксплуатацию учебный корпус, и, соответственно, вот историки и филологи в течение всего учебного года наслаждались, соответственно, вот проживанием своей студенческой жизни в этом учебном корпусе. И вот конец года, буквально у нас, допустим, в июне было столько событий, которые, с одной стороны, подвели итог, с другой стороны, создали условия для развития новых направлений деятельности. Например, вот буквально на днях пришли сведения о том, как вузы прошли мониторинг эффективности деятельности. И для нас была большая радость, но, с другой стороны, это и результат огромного труда всего нашего педагогического коллектива, в том числе администрации вуза. Мы прошли семь показателей из семи. И для нас это на самом деле достижение, потому что мы... Первый раз такой, да? Первый раз, да. У нас было пять из семи, шесть из семи. И вот в этом году семь из семи показателей. Мы, соответственно, по образовательной деятельности у нас средний балл ЕГЭ выше, гораздо, чем установлено, собственно, самим критерием показателя. Мы достигли, наконец, уровня финансово-экономической деятельности. Мы намного превысили показатели по международной деятельности. Мы достаточно стабильны в обеспечении научно-исследовательской деятельности. И нас радует, что мы по-прежнему остаемся тем вузом, который обеспечивает трудоустройство выпускников. И, соответственно, с одной стороны, это нам дает повод радоваться, с другой стороны, мы понимаем, что впереди еще очень много работы для того, чтобы не просто стабилизировать эти показатели, а, конечно, чтобы развивать их дальше. Ну, это, конечно же, наверное, успешный тандем студентов, профессорско-преподавательского состава и руководства вуза. Правильно я понимаю? Да, конечно. Мы как раз и говорим, что это командная работа. И, наконец-то, эта командная работа вот на этом этапе дала вот такой замечательный результат. У нас было заседание ученого совета в июне, и мы нашим коллегам тоже, по сути, впервые в истории нашего вуза выручали патент на изобретение. Это природное... Яркая новость. Да, прибор, транспортное устройство. И немножко, может быть, кажется необычно, что в педагогическом вузе есть патенты на технические изобретения, но в силу того, что у нас достаточно хорошо развивается робототехника именно в плане подготовки наших студентов к тому, чтобы они могли робототехнику преподавать в школе, организовывать дополнительное образование внеурочной деятельности учащихся. И у нас есть археология. Это мало того, что это ведущее научное направление в нашем вузе. И, как видите, мы не только проводим археологические раскопки, а мы еще обеспечиваем проведение этих археологических раскопок на высоком уровне. И вот говоря, опять же, о космосе и робототехнике, учитывая, что Самара – это космическая столица, да, и мы тоже не остаемся... Здесь, как и этим, в этом времени, да? Мы не остаемся в стороне от этой работы. Вот у нас буквально недавно тоже пришла новость о том, что наш студент факультета математики, физики и информатики стал первым в Приволжском федеральном округе и пятым по России в международном уже сейчас конкурсе, во всероссийском этапе конкурса. IT-планета, где он тоже вместе, естественно, с научными руководителями, с кафедрой информатики, прикладной математики, методики их преподавания, потому что это вот как раз успешное соединение студенческой науки и взрослой такой науки уже профессорского преподавательского состава, он получил диплом первой степени. И вообще, надо сказать, что у нас настолько талантливые, удивительные студенты, что просто вот в этот год был в этом плане именно очень насыщенным. Вот вы не поверите, на какие бы конкурсы не поехали наши студенты, везде призовые места. То есть вот буквально июнь, сложное время, потому что уже экзаменационная сессия. Уже в преддверии отпусков преподавателей к нам приходит приглашение о том, чтобы мы приняли участие в Всероссийской педагогической олимпиаде по педагогике. Мы, это Московский областной университет, мы подумали, но с другой стороны, педагогика – это наш профиль. Мы не можем не принять в этом участие. Решили, что мы примем участие, поддержим коллег. И буквально приходит новость о том, что мы заняли первое место. Причем были крупные педагогические вузы, московские, были вузы с нашей большой родиной. И вот такая вот приятная новость – первое место. Причем во многих номинациях заняли, как следствие, соответственно, первое командное место. Вот был, опять же, ученый совет в июне. Олегу Дмитриевичу вручили благодарность ректору. От ректора Северного Арктического университета, потому что мы заняли первое место в интернет-олимпиаде по логопедии. Наши студенты факультета физической культуры и спорта поехали в Саранск на Всероссийскую олимпиаду по физической культуре и безопасности жизнедеятельности, привезли призовое место. Наши, соответственно, студенты факультета культуры и искусства поехали на конкурс исполнителей, привезли призовое место. И так я могу пройтись по каждому факультету, потому что у нас очень активная студенческая жизнь. И мы стараемся создать все условия для того, чтобы студенты могли проявить себя не только в вузе, не только на внутривузовских мероприятиях, а именно чтобы они могли участвовать во всякого рода конкурсах на уровне города, области, страны и, конечно же, на международном уровне. И в этом смысле они отдают, с такой вот самоотдачей относятся к участию в этих мероприятиях, чувствуют степень ответственности, доверие со стороны администрации, вузы, со стороны факультетов. Это доверие на самом деле оправдывают. И это очень приятно. Мы понимаем, что у нас вот та необходимая социокультурная среда, которая помогает развивать личностные качества студентов, совершенствоваться им в профессиональной деятельности, она в вузе создана. Но это, опять же, вы совершенно правы, когда говорите о том, что это совместная работа. Это такие два целенаправленных процесса, которые идут навстречу друг другу. И это вот тоже можно сказать, не то, что можно сказать, это есть достижение, потому что вся жизнь вуза состоит из как раз сотрудничества преподавателей и студентов. И вот, на мой взгляд, у нас как раз сложился такой тандем очень хороший, когда студенты, вы знаете, очень в близкие отношения, именно вот в образовательной деятельности, в научной сфере, уже состоят с нашими преподавателями. И преподаватели очень доверяют студентам. То есть мы, например, наблюдаем, что... Ну, как это было всегда. Да. Большая, очень дружная семья. Наталья Николаевна, у меня полностью, наших уважаемых телезрителей, я надеюсь, убедили, что действительно студенты талантливые учатся. Так вот, давайте мы поговорим о том, что нужно сделать для того, чтобы к вам пришли талантливый абитуриент. Алексей Борисович, вступительная кампания в этом году в вузе отличается от предыдущей. Расскажите, пожалуйста, как поступить к вам? Что нужно для этого сделать? Кого вы ждете? Знаете, мы предоставляем достаточно широкий выбор для молодых людей, которые заканчивают обучение в школе в этом году, в колледжах. И, в общем-то, это действительно широкий выбор. У нас Самарская область богата на возможности, так сказать, получать высшее образование. Только государственных, более десятка образовательных учреждений с хорошей историей. Но вот в то же время, если мы откроем с вами сайт того же мониторинга, посмотрим и увидим, что в Самарской области есть всего три вуза. Среди них и наш вуз, который реализует направление подготовки, относящиеся к шести отраслям наук. Поэтому вот это уже говорит о том достаточно большом многообразии образовательных программ, направлений, сфер деятельности отраслей наук, которые мы предоставляем возможность получить образование. И, безусловно, оставаясь педагогическим вузом, и это является нашим, как говорится, главным ведущим направлением, в то же время мы отнюдь не исчерпываем себя этим направлением. Вот. Если говорить об условиях приема в этом году, слава богу, можно так сказать, мы вступили в полосу в 2015 году определенной стабильности в этом отношении. И вот третий год, 2017 год, это будет третий год приема, когда не меняются радикальным образом правила приема. Мы можем говорить об устоявшейся уже для нас формате работы приемных комиссий, конкурса. Безусловно, для большинства абитуриентов нет устоявшихся форм, потому что большинство из них один раз поступает и делает это, как правило, удачно. Хотя есть, безусловно, примеры обратные, когда человек тренируется несколько раз, но потом свои цели достигает. Поэтому, в целом, остается порядок приема прошлогодний. Есть некоторые изменения, они коснулись особых категорий, с особыми правами. Прежде всего, это дети-сироты и оставшиеся без печени родителей. До 2019 года был продлен период, когда они пользуются правом на поступление в рамках квоты особой. Также изменения коснулись абитуриентов, поступающих из Крыма. Теперь они не выделяются. Есть и такие, Алексей Борисович? Да, мы приняли в том году одну студентку у нас на особых условиях. Вот для них они были выделены. Теперь в этом году у них общие условия, единственное исключение. Они могут сдавать, представлять для приемной комиссии как результат единого государственного экзамена, так и поступать по экзаменам, которые проводит ВУЗ. Это все. Все остальное для них одинаково. Это вот, я бы это сказал, наиболее значимые, хотя там есть еще маленькие нюансы, но они, безусловно, не влияют на общую картину. Ну, о правилах зачисления тогда. Какой проходной балл? Ну, в общем-то, озвучьте основную информацию, если есть желающие, а таких немало, я уверена, хотят поступить к вам в этом году в ВУЗ. Вы знаете, я надеюсь, что таких будет немало. И в прошлом году, в общем-то, результат для нас был очень позитивный. И в 2016-й хотелось бы повторить как минимум, а может быть и улучшить показатели прошлого года, когда у нас было 7 заявлений на место, 8 на основные направления подготовки. И говоря о приемной кампании 2017 года, мне хочется обратить наше внимание, наших уважаемых будущих абитуриентов, студентов, первокурсников. Чтобы стать студентом-первокурсником, надо помнить очень четко несколько вещей. Во-первых, если ты хочешь стать студентом-бюджетником, ты должен четко выдерживать сроки подачи документов на бюджетные места. Поступаешь только по результатам ЕГЭ, не приходи позже, там, 26 июля, когда завершится прием документов, если ты только по результатам ЕГЭ. поступаешь по результатам ЕГЭ, которые совмещены с экзаменами, которыми проводит ВУЗ, или только по тем экзаменам, которые проводит ВУЗ, принеси документы к нам в ВУЗ до 15 июля. Это, безусловно, важно. И еще один вопрос, который интересует очень многих. Какой у вас проходной балл? Где вы его установили и где его посмотреть? Уважаемые абитуриенты, проходной балл устанавливайте вы, не мы. Потому что это не директивно устанавливаемая величина. Это величина, которая устанавливается по итогам конкурса. И последний абитуриент, зачисленный на то или иное направление подготовки по общему конкурсу, именно его баллы будут для этого направления подготовки, для этой конкурсной группы проходным. Другое дело, на что надо обратить внимание, каждый ВУЗ, и в том числе и наш, устанавливает то, что называется пороговые значения результатов, в том числе единого государственного экзамена. И вот с этими величинами надо ознакомиться. Потому что каждый ВУЗ устанавливает свои пороговые значения по русскому языку, по математике, по физике, по химии и так далее. По истории, по литературе, по иностранному языку. Допустим, для нашего факультета иностранных языков пороговые значения 35 баллов, хотя Рособоронадзором установлено 22 балла. Таким образом, если у вас менее этой величины, вы не сможете подать даже к нам документы, не то что участвовать, быть допущенными к конкурсу. Там также, примерно по литературе, по истории, у нас пороговые значения увеличены достаточно серьезно, менее значимы по математике. Поэтому надо заглянуть на сайт. Горитесь за лучших студентов, да? Да, действительно, надо заглянуть на сайт и посмотреть, чтобы зря не тратить время, разъезжая по тому вузу и попытаясь подать на те направления подготовки, где ваших баллов явно недостаточно. Конечно, быть разочарованным – это тоже. Наталья Николаевна, увеличили ли она в связи с этим количество бюджетных мест на востребованной специальности в педагогическом университете? Вы знаете, количество бюджетных мест устанавливается в Министерстве образования и науки Российской Федерации. За вузом закреплено право распределить их по основным образовательным программам. И мы, естественно, каждый год анализируем потребности рынка труда в наших специалистах. В этом плане мы тесно достаточно взаимодействуем с Министерством образования и науки Самарской области. Это наш ключевой работодатель, если мы говорим о педагогических направлениях подготовки. А, собственно, именно образование и педагогические науки нам в основном и дают бюджетные места. Хотя нужно сказать, что из наших укрупненных групп Министерство образования и науки Российской Федерации также поддерживает такие направления подготовки, как экология, природопользование и прикладная информатика. А также еще политические науки и регионоведение. В частности, например, зарубежное регионоведение. Это то, что касается программ бакалавриата. Но у нас почти все поддержаны программы магистратуры. Ну вот на 2018 год, в частности, как бы в преддверии будущей компании, надо сказать, что все наши 10 направлений подготовки в магистратуре обеспечены будут бюджетными местами, в том числе и педагогическое образование магистратуры на очной форме обучения и на заочной форме. Но это будет в 2017 году. В этом году у нас пока в магистратуре по этим направлениям подготовки платный набор. Соответственно, безусловно, мы выбираем те направления подготовки, те основные образовательные программы, которые востребованы абитуриентами, именно вот качественным абитуриентом, о котором говорит Алексей Борисович. Потом мы анализируем ситуацию, вот как я уже сказала, на рынке труда. Например, в этом году мы внимательно очень подошли к распределению бюджетных мест и немножко реструктуризировали свой план приема. В частности, например, мы видим, что не хватает учителей физики. Мы анализируем, собственно, вакантные места. И в течение года приходит очень много запросов из образовательных организаций общего образования о том, что нужны учителя физики. И поэтому в этом году мы, например, осуществляем набор уже математику и физику. То есть до этого мы соединяли математику и информатику, информатику и иностранный язык. Теперь мы приняли решение, что мы будем, ну, вернемся, скажем так, к специалитету. Для специалитета было традиционное соединение двух специальностей математика и физика. Соответственно, теперь мы для себя соединили математику и физику уже на уровне бакалавриата. Понимая прекрасно, что педагог в школе, учитель должен обеспечивать внеурочную деятельность, мы уже второй год будем осуществлять набор на такой профиль, который называется организация внеурочной деятельности. В прошлом году у нас была очная форма обучения, в этом году очно-заочная форма обучения. Таким образом, мы даем возможность и тем учителям, которые, то есть, скажем так, тем, да, учителям в школе, которые уже работают, они на очно-заочную форму могут к нам поступить, молодые наши же специалисты, и, собственно, получить вот этот вот профиль по организации внеурочной деятельности. Мы также пока поддерживаем, соответственно, такой профиль, как культурологическое образование. Прекрасно понимая, что потребность таких специалистов может быть и не очень высокая, но, тем не менее, она существует, потому что есть достаточно серьезный культурологический блок в системе общего образования, и мы понимаем, что его нужно обеспечивать. Потом, по-прежнему, через этот профиль подготовки мы, скажем так, пытаемся закрыть ту нишу, которая связана с преподаванием основ там религиозной культуры и этики, да, светской этики, потому что все-таки должны профессионалы этой деятельностью заниматься. Не только те, которые прошли повышение квалификации или там профессиональная переподготовка, а именно те, кто целенаправленно в течение четырех лет готовились по этому направлению подготовки. Соответственно, вот для каждого соединения профилей в рамках педагогического образования или когда мы определяем, это будет сдвоенный профиль, или, например, это будет один профиль, мы тоже анализируем... Для нас, конечно, прежде всего важно, где наши выпускники будут работать. И мы стараемся максимально именно предугадать ту ситуацию, которая будет через четыре или через пять лет для того, чтобы были вакантные места. Тем более вот сейчас, например, по-прежнему очень актуальным остановятся профили начальной и дошкольной образования. Две наших прекрасных, замечательных школы, которые были открыты в двух микрорайонах, соответственно, вот благодаря поддержке губернатора и вот этой общей программе, которая есть в нашем регионе, конечно же, это наши рабочие места. И сейчас мы понимаем, что потребности в том, когда они набирают там 11 или больше первых классов, понятно, что достаточно высокая потребность вот в этих учителях. Но мы также понимаем, что буквально через 3-4 года такая же потребность будет в учителях биологии, русского языка, литературы и математики. И, соответственно, мы смотрим уже по количеству тех мест, которые на то или иное направление подготовки, на ту или иную основную образовательную программу выделяются. Ну и вот, возвращаясь к теме программ магистратуры, мы понимаем, что, с одной стороны, это углубление подготовки наших студентов, с другой стороны, это возможность другого личностного развития, профессионального развития. Поэтому мы стараемся разработать разнообразные магистрские программы, причем у нас есть программы, которые ориентированы, скажем так, в том числе и на такое вот, ну вот, например, русская литература в мировом культурном пространстве, когда мы даем возможность магистрантам продолжить изучение иностранного языка. Ну, собственно, уже вот в области, например, литературы. Вот эта преемственность, которая присутствует в нашем ВУЗе, мы ее четко отслеживаем для того, чтобы наши студенты-бакалавры, потому что для наших бакалавров это тоже приемная компания, им нужно поступать дальше, им нужно получать образование. И с этой точки зрения, конечно, мы тоже стремимся вот на уровне магистратуры обеспечить. Да, спасибо большое. Я сейчас предлагаю ненадолго прервать наш разговор, и давайте посмотрим сюжет о педагогическом университете, посмотрим, какие условия созданы, какие актуальные специальности в этом году у вас требованы. Внимание на экран. Сегодня Самарский государственный социально-педагогический университет насчитывает 10 факультетов. Исторический факультет, естественно-географический, филологический, факультет математики, физики и информатики, факультет иностранных языков, начального образования, факультет физической культуры и спорта, факультет психологии и специального образования, факультет экономики и управления сервисом, факультет культуры и искусства. На сегодняшний день в нашем университете обучаются около 7 тысяч студентов. Каждый год более 4 тысяч специалистов проходит повышение квалификации. В нашем ВУЗе работают около 400 преподавателей, из них более 50 докторов наук и 250 кандидатов наук. При нашем ВУЗе действует 5 музеев. Музей истории университета, этнографический музей, музей археологии по Волжье, антропологический музей и зоологический музей имени Фролова. Университет активно поддерживает международные связи, подписанные договоры о сотрудничестве с университетами Китая, Франции, Турции, Италии, Казахстана. Для студентов существуют различные программы международного обмена, от учебных и научных до волонтерских и ознакомительных. Специалисты международного отдела подберут программу, исходя из пожеланий студента, помогут оформить документы и дадут рекомендации по адаптации в новых условиях. В университете существует свыше десятка спортивных секций, несколько спортзалов, футбольное поле со специальным искусственным покрытием, а также помощь компетентных тренеров и профессиональных спортсменов. В начале 2016 года был открыт спортивный комплекс «Буревестник» с плавательным 25-метровым бассейном, тренажерным и спортивным залами. Таким образом, в Самарском государственном социально-педагогическом университете есть все условия не только для отличной учебы, но и для поддержания себя в хорошей физической форме. Ежегодно в Самарском государственном социально-педагогическом университете проходят такие фестивали художественной самодеятельности, как «Студенческий дебют» и «Студенческая весна», в рамках которых вы можете проявить свои творческие способности. Также студенты нашего университета активно принимают участие в молодежном форуме ИВОЛГО. Важное направление работы Самарского государственного социально-педагогического университета – это добузовская подготовка, в рамках которой готовятся будущие абитуриенты к единому государственному экзамену. Сотрудники нашего вуза проводят подготовку по всем предметам, входящим в школьную программу, в том числе и по творческим дисциплинам. По статистике, более 90% выпускников наших курсов впоследствии становятся студентами бюджетных отделений различных вузов, в том числе и Самарского государственного социально-педагогического университета. Ну что же, мы продолжаем разговор. Алексей Борисович, вот вопрос трудоустройства, конечно, для многих при выборе вуза, я бы сказала, даже определяющий. Где работают ваши выпускники и, конечно, помогает ли вуз при выборе будущей профессии? Вы знаете, вот на этот вопрос мне отвечать, как говорил классик, легко и приятно, потому что говорить правду всегда легко и приятно. Вы знаете, у нас действительно нет проблемы вот с точки зрения того, что сказать родителям, что сказать нашим абитуриентам о том, где вы будете работать. Это касается всего перечня направления подготовки, который мы осуществляем прием. Но, безусловно, я как бы хочу обратить внимание, безусловно, на то направление подготовки, которое является для нас основным. Это педагогика и образование. И здесь, надо сказать, вот за последние годы произошли очень серьезные перемены, такие положительные. Они, конечно, еще далеки от того, что нам хотелось бы, но отрицать позитивную динамику сегодня будет никто. И поэтому мы видим, как наш выпускник востребован, мы видим, насколько он интересен работодателю. Наши ребята в течение, вот в этом только году учебном, мы пять раз выезжали на территории, мы выезжали в образовательные округа, где наши выпускники встречались с руководителями округов, с директорами образовательных учреждений, где они своими глазами видели те условия, которые сегодня созданы в образовательных учреждениях. Они могли задать вопросы, выбирать. Сегодня наш выпускник может выбирать место трудоустройства на территории всей Самарской области. Причем не только выбирать, но и при этом он еще может получить соответствующую материальную поддержку от нашего правительства, от правительства Самарской области. Каждый наш выпускник знает, что такое 570-е постановление правительства Самарской области, какие специальности поддерживаются. Поддержка эта в целом, я считаю, не маленькая. Она колеблется от 160 до 350 тысяч рублей, единовременные выплаты нашему выпускнику, когда он заключает соответствующий договор с образовательной организацией и берет на себя обязательство 3 года отработаться в этой организации по той специальности, которую он получил в нашем ВУЗе. И, соответственно, это тоже отражает тот интерес и заинтересованность нашего региона в наших выпускниках. И я бы так сказал, вот когда они сами после практики, после уже всех, так скажем, полученных ими знаний получают возможность уже с руководителем обговаривать конкретные условия выбора, я вам так скажу, в общем-то, я наблюдаю, как наши, как мои коллеги, мои коллеги, я имею в виду по цеху руководителей образовательных организаций, заинтересованы в наших выпускниках, как они их приглашают, они их, в общем-то, ну, в какой-то степени мотивируют, именно чтобы к ним приехали они работать, учиться, конечно, после учебы работать. И, конечно, каждый из нашего, так сказать, вот цеха руководителей образовательных учреждений хочет, чтобы приехали лучшие, лучшие выпускники. Ну и в целом, вот в том году у нас было заключено таких договоров около 70, позапрошлом году около 100. И я думаю, в этом году наши выпускники будут востребованы в Самарской области и не только, потому что среди наших выпускников как минимум, как минимум 5% это сегодня иностранные граждане в ближайшей перспективе, и порядка 14-15% это граждане Российской Федерации, но проживающих вне в Самарском регионе. Две трети где-то это ребята, которые поступают к нам из районов Самарской области, туда же они возвращаются, туда же они в массе своей возвращаются. Поэтому мы работаем на регион, мы работаем на нашу область, прежде всего на Россию. Ну что же, так время быстро пролетело, минуточка осталась. Хочу по традиции программы предоставить вам заключительное слово. Ваше право обратиться сейчас к абитуриентам. Почему сегодня стоит выбирать из ГСПУ? Пожалуйста. Уважаемые абитуриенты, если вы хотите получить качественное образование, если вы хотите, чтобы ваша студенческая жизнь была интересной и насыщенной, поступайте в наш социально-педагогический университет. И если вы хотите, чтобы вами руководитель лучший профессорско-преподавательский состав, то вы это тоже можете получить только у нас. Алексей Борисович, ну и самые главные акценты, о чем мы сегодня говорили в программе, все-таки их озвучьте, ну и, конечно, пригласите учиться. Я приглашаю наших выпускников, выпускников нашей области, города, наших соседних регионов, нашу альмаматору, мою альмаматору, мы с Натальей Николаевной выпускники нашего вуза и, безусловно, его патриоты. Поэтому я могу только одно сказать. Мы вас ждем, ребята, мы гарантируем вам качественное обучение, и главное, что вы не останетесь без работы. Вот в этом отношении мы смело можем смотреть вам в глаза. Спасибо большое вам за очень интересную, за позитивную программу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну и, конечно, после нашей программы для авиатуриентов, родителей, мне кажется, выбор очевиден. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!